Почти месяц назад транспортники решили поднять стоимость за проезд вместо 10 рублей 12. Говорят, прежняя стоимость его не окупает. Только вот в городе нашлись те, кто общее чаяние не поддержал и продолжает возить по прежним расценкам. Никакого популизма, никакого пиара, просто экономические расчеты, объясняет перевозчик Игорь Шевченко. Говорит, в убыток работать не собираемся, но и рентабельность повысить можно по-разному. У нас другие экономические затраты по сравнению с владельцами больших автобусов. Игорь Петрович, директор компании, которая обслуживает пассажиров на машинах марки «Газель», свои расчеты объяснил на примерах. Цифры приблизительные, но общую картину отражают. 90% «Газелей» работают на газу. Он почти в два раза дешевле дистоплива. В два раза меньше и расход. Дальше в списке затраты на запчасти и ремонт. Здесь еще проще. Если колесо для пазика стоит 10 тысяч, на «Газеле» его можно приобрести за 3. К тому же решения ставить прежнюю стоимость протестным не было. 12 рублей – это максимальная цена проезда, которую указала региональная служба по тарифам. Минимальную стоимость никто не ограничивал. Если нам региональная служба по тарифам дала такое право, мы им воспользовались. Тем более, это было не спонтанное решение, было общее собрание водителей. То есть все мы собрались и решили, что оставим проезд по 10 рублей. Цена проезда осталась прежней, а доходы предприятия выросли. За счет увеличения пассажиропотока, объясняет Игорь Шевченко. А сколько стоит у вас билет в дорогу? 10 рублей. Привлечь пассажиров удалось без труда. Если раньше в среднем в день одна «Газель» перевозила 100 человек, сейчас 140. Нужно очень даже. Почему? Почему трудно? Ну, потому что она чаще ходит и все. 38-й вообще невозможно дождаться. И вообще не был поэт. А вот одна надежда на «Газель». Прибыль выросла вместе со спросом. Тем временем владельцы троллейбусов по их подсчетам в деньгах не купаются. Региональную службу по тарифам просили увеличить стоимость проезда до 15 рублей. Там просьбы всех перевозчиков обобщили и уже тогда вынесли вердикт. Общий для всей области. Только вот сказать, откуда взялась у троллейбусников цифра 15, в службе по тарифам не смогли. От интервью ее сотрудники отказались. По причине отсутствия у них, цитирую, проверенных данных. Обоснование запросом троллейбусников не смог найти и депутат УЗС Сергей Мамаев. Он провел свой мониторинг. Сегодня в качестве эксперта рассказывает, 11 рублей за глаза хватит всем перевозчикам. А уж троллейбусам и подавно. Вспоминает, вот в Советском Союзе проезд троллейбусов был всегда дешевле, чем в автобусах. Не на бензине ездят. Сегодня же сетует высчитывается усредненный тариф. В то время как стоимость даже запчастей для каждого вида транспорта разная. Сегодня в так называемом рынке чехом бросили эти цены, не регулирует их, в том числе и комиссия по тарифам сегодня устранилась от этого направления. Сейчас депутат собирается отправить запрос в троллейбусное управление, чтобы наконец точно узнать, какова реальная себестоимость поездки. Ирина Сырцева, Андрей Новиков, Алексей Стахеев. Бюро новостей Давича.